Рыбы, приветствую вас! С вами вновь Татьяна Ермолина. И в этот раз мы говорим о прогнозе на сентябрь 2024 года. Будем обсуждать, что вам ждать в этом месяце. Я напомню, что в этом месяце у нас открывается коридор затмений. Это произойдет 3-4 сентября. И происходит первое из этого коридора затмение. Это лунное затмение в знаке Вашем, в знаке Рыб, а именно в 26 градусе этого знака. И, конечно, именно из-за этого сентябрь для вас время принципиально важное. И могут произойти действительно значимые события. Знаете, когда все-таки в нашем знаке происходит затмение, а вам имеет смысл готовиться к тому, что это не эпизод. Дело в том, что в следующем году, в самом начале года, лунные узлы переходят на новую ось. Это ваша ось, Рыбы, Девы. Поэтому начинается некая подготовка к новому жизненному этапу. А этот новый жизненный этап будет длиться около полутора лет. В связи с этим переходом кармических узлов на вашу ось. И реализация затмений именно в знаке Вашем или в знаке Девы. В ближайшие полтора-два года. И вот затмение лунное этого сентября, оно открывает целый этап полутора годовой, как минимум, в вашей жизни. Когда многие кармические программы, которые спали, которые особо себя никак не проявляли, они очень станут значимыми, ярко начнут проявляться в вашей жизни. А что такое кармические программы? Как мы могли бы их охарактеризовать? Это те задачи, это тот опыт, который мы не принимали во внимание, потому что задачи были неактуальны. Мы их как-то себе не присваивали. Мы их обходили стороной. Да, они особо острыми-то и не были. Таланты и навыки, которые актуализируют этот кармический пласт, они часто нам видятся как совершенно что-то естественное, которое есть у всех. Но, знаете, это совсем не так. На самом деле каждый из нас имеет определенный опыт, который привнесен им не только за эту жизнь накопленной, но я полагаю, что меня в основном взрослые люди смотрят. Навряд ли меня смотрят дети и подростки. Поэтому у нас уже был какое-то прошлое, мы какой-то бэкграунд накопили. Но не про этот опыт на самом деле речь, а про тот опыт, который мы накопили за несколько воплощений. Вот что удивительно. А еще про то сообщение, которое у нас идет родом из детства. И вот это все, вот этот весь синтез того, что в нас заложено с детства, того, что мы принесли как какое-то резюме из прошлых воплощений, не всегда нами воспринимается как что-то нужное, как то, что может стать стартом для какой-то новой части нашей жизни или прорыва. Но на самом деле это и есть питательная среда для всех наших жизненных перемен. Но в судьбе каждого человека когда-то приходит время, когда ему приходится так или иначе сталкиваться с тем, что он накопил, и с тем, что с этим делать. Идти дальше или вот как раз-таки за этот период, за эти полтора года, увязнуть просто на очень длительный период в болоте прошлого. Так что вот с этого лунного затмения у вас открывается интереснейший этап, когда перед вами встает выбор. Вы знак интуитивный, вас мало рационального, я про знак, я не про как бы человека, который родился под этим знаком, я именно про солнечный знак. В этом солнечном знаке рационального мало, интуитивного и рационального много. И этим, собственно, этот знак и силен. Да, вот в Деве много рационального, но и рационального мало. Вот как бы там совершенно другой перевес сил. Так что вы хорошо почувствуете в этом сентябре, что вас ждет на самом деле в ближайшие полтора года. Да, от вас небеса не собираются ничего скрывать. Все будет очевидно и понятно, хорошо читаемо. И может быть те изменения, которые предлагает вам небеса, они придут в качестве какого-то конкретно взятого человека. И это все уже случится в самом начале этого месяца. Даже не дожидаясь непосредственно 18 сентября, когда произойдет лунное затмение. Почему? Потому что буквально в начале месяца открывается коридор затмений. И две высшие планеты в это время переходят, ну скажем так, они что-то меняют в своем движении. Одна планета Уран меняет направление, другая планета Плутон меняет знак. Но здесь энергии очень много тогда в этом периоде первых семи днях. И чаще всего в это время у нас и случается все то, что должно случиться. То, что тут присутствует Уран, говорит о том, что вы должны вступать в новый этап жизни. Не про какие прошлые ваши заслуги уже речь не идет. Все, что вы заслужили в прошлом, скорее всего там и останется. И у вас с этого сентября наступает совершенно новый этап жизни, когда вы устанавливаете совершенно новые правила и движетесь в новом направлении. То есть вам открывается новый путь. Кстати, Уран будет ретроградным у нас целых пять месяцев, вплоть до января 2025 года. Это великий реформатор. Что, какую реформу он принесет в вашу жизнь именно в эти пять месяцев, это расскажу я вам отдельно. Первая ссылка в описании под этим видео ведет на мой прогноз. В телеграм-канале я его разместила для каждого знака. Пожалуйста, перейдите и там все почитайте сразу после просмотра этого видео. Какие еще моменты здесь важно учитывать? Мне кажется, что именно это затмение принесет многим рыбам удовлетворение в личной жизни. Если вы рыбы, которые на данный момент времени вообще одиноки, то у вас полноценная абсолютно возможность не просто познакомиться с человеком, с которым вы какое-то время проведете, возможно, а знаете, даже вот просто влюбиться так, что крепко-накрепко связать себя с ним на ближайшие как минимум 18 лет. Если вы совсем одинокие рыбы, тогда, если вы не совсем одинокие рыбы, а, например, вы в паре, но пока в вашей паре нет ясности, куда ей двигаться, стоит ли ей развиваться, то у нее есть шанс, у этой пары, на то, чтобы жить долго и счастливо. И вот этот сентябрь, он как-то так иначе развернет для вас ее потенциал. Я имею в виду этой пары, этих отношений, в которых вы состоите. Так что вы станете самым основным идейным вдохновителем движения вперед в этой паре. Но если у вас все уже понятно и очевидно в личной жизни, вы глубоко замужем или женаты, и все идет по накатанной, все равно есть периоды кризиса, спада, есть периоды как-то актуализации этих взаимоотношений. В любом случае у вас, вот сентябрь, это период актуализации тех отношений, в которых вы сейчас находитесь. Так что Венера, которая неплохо поддерживает одного из ваших управителей в период лунного затмения, как раз подарит вам вот такую благоприятную весть. Но мало этого, она вам может подарить и финансовый достаток. Он придет не из ниоткуда, безусловно, на него надо создавать какую-то базу, и ее надо было создавать все лето. Но если вы трудились над этим, то деньги придут к вам в сентябре, благодаря работе Венеры под это лунное затмение. Ну и помимо этого еще у вас есть возможность и получения просто каких-то приятных подарков, и даже выигрышей в лотерею, инвестирования хорошего, удачного. То есть, по сути дела, все-таки я рассматриваю этот сентябрь и влияние лунного затмения на вас как больше позитивное, чем негативное. Хотя не отрицаю, что всегда затмение, оно очень подрывает нашу энергетику. Оно заставляет нас работать на 120%, эмоционально или физически, интеллектуально, у кого как. А потом мы чувствуем себя просто абсолютно опустошенными. Такое часто бывает в период затмений. Поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь ничем сверх меры, будьте аккуратны, следите за своим здоровьем и себя не перегружайте. Все-таки помните, что ваша энергия, она не бесконечна. Хоть у вас будет ощущение совершенно другое. И надо во все вовлекаться с умом. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Перед прощанием еще раз напомню о том, что вам необходимо просто узнать о реформах, которые вам придумал Уран. А для этого нужно перейти по первой ссылке в описании под этим видео. И почитать мой прогноз для вашего знака. Всего вам хорошего и до новых встреч. До свидания.